Накануне отмечала свой престольный праздник и церковь Воскресения Славущего в Санкт-Петербурге. Нынешнее торжество было юбилейным. Храм отметил 230 лет со дня первого освящения. Церковь находится на территории музея Некрополя «Литераторские мостки» и является памятником архитектуры федерального значения. Первоначально на этом месте стоял деревянный храм, освященный в 1777 году во имя обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Когда через несколько лет он сгорел, была выстроена каменная церковь с колокольней. В советское время храм передали музею Некрополю «Литературные мостки», а в здании устроили выставочный зал музея городской скульптуры. Прошло 70 лет, прежде чем в пустом храме была снова совершена божественная литургия. Случилось это в 2008 году, в день престольного праздника, обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Чтобы придать церкви благолепный вид, прихожане сами красили иконостас, покупали церковную утварь. Знаете, в храме был престол и жертвенник, больше ничего не было. Были скамеечки вдоль стен, можно было видеть все богослужение от начала и до конца. Не было вообще иконостаса, не было колоколов, но был народ, был наш священник. Была служба. Конечно же многое изменилось. Изменилось. Пришли священники, пришли декана, пришли чтецы. А так у нас было всего несколько, три человека. Потом уже так приход стал разрастаться с священничеством, дьяконами, чтецами, хором. В этом году, в день престольного праздника, храм отметил 230 лет со дня первого освящения. Божественную литургию возглавил настоятель протеереи Федор Маркович. Под сводом этого святого храма спасалось много поколений православных петербургцев. И через святые таинства, молитвы и священодействия укреплялись в вере, в благочестии. И в трудные годы нашего Отечества, в дни, веколетие, безбожие. И здесь, в этом храме, черпали душевные и телесные силы. Сейчас здание церкви находится в собственности музея городской скульптуры, с которым Санкт-Петербургская епархия подписала договор о совместном его использовании. Теперь богослужения здесь проходят постоянно. Также при храме открыта воскресная школа. Я чувствую, как идет такое внутреннее противостояние. Вот, например, в нашей семье идет мир, хочет детей поглотить. А мы хотим детей сберечь для Царства Небесного. Мы стараемся это сделать с Божьей помощью, с помощью храма. К нам приходит много людей. Приходят в нашу школу не только дети, но и их родители. Можно сказать так, что у нас школа семейного типа. Потому что обучаются здесь все. Это очень важно в наш такой век, очень быстрый. И темп его очень, так вы знаете, уже трудно в этом темпе проживать скором. Но когда мы объединяемся здесь вместе, то мы имеем возможность общаться все. И это очень важно.